Это у нас здесь рынок, когда запрос на две недели. Вообще не работал. Вот у меня пошел контингент покупателей, которые, как я называю, мозгокруты. Но это было, конечно, кошмар. И это не так. И это не исяк. А что это у вас вот это так дорого? А почему? А вот на это что-то у вас нет ценника. Вот когда меня довела до белого, ну вернее, хотела меня довести до белого коленя, меня вывести себя очень сложно. И она с претензиями и так, и сяк, и не знает, что сказать уже, к чему придраться. Вот здесь кость у вас какая-то огромная. Я говорю, ну вот возьмите поменьше косточка. А вот это что, почем? Грудинка была свиная на витрине, ценник на нее не написан. Я говорю, грудинка свиная, просто она редко, когда бывает, на этом ценник не написала. А что это у вас ценник не написан? Ну, я говорю, ну, в принципе, это единственное, на что нету ценника. Я говорю, на все остальное-то есть. Ну, но грудинка уже нету. Ладно. За ней мужчина зашел. Постоянный покупатель. А я первый раз зашла, вообще. И вот она, значит, он прям стоит уже сам, мужчина говорит, женщина, вы что-нибудь берете или что? Я говорю, почему вы задерживаете? Я смотрю. Он говорит, ну, хорошо, дайте я куплю. И я покупаю. Я говорю, я этого нагрубила, нахамила. Я стою, улыбаюсь, говорю, женщина, у вас плохое настроение. Вы решили его нам испортить. Я говорю, мне не получится. И улыбается. А рядом можно было пройти в кулинарию. Она долетает в эту кулинарию, а там какая-то ее соседка работала. В кулинарию, Лена. И она начинает ей орать. Мужика отпускаю, мужик говорит, а не обращай внимания. Я говорю, я не обращаю внимания. Я говорю, я спокойная. Захожу потом к Лене, она мне говорит, стоит, смеется и говорит, да что я ей такого сказала-то? Я говорю, да ничего не сказала. Она меня хотела вывести из себя, у меня не получилось. Она говорит, вылетает ко мне и говорит, ты представляешь, я ей говорю, что у нее вот здесь ценника нет. Я говорю, а она стоит, улыбается. А что она должна была наорать на вас, ну и чего. Ну, там такой человек, она говорит, не ругается ни с кем, никогда ничего. Нет, ну ты представляешь, она стоит и улыбается. Я ее вывела тем, что я не стала с ней ругаться. Я, видать, поругаться очень сильно не хотелось. Есть такой контингент людей, которые ходят поругаться. Конечно, они специально спровоцируют такие ситуации. А я ее вывела просто из себя тем, что я с ней не стала ругаться. Это вампиры такие энергетические? Ну, может быть, да. Но, во всяком случае, больше она не приходила. Другие жертвы нашла. Мне не понравилось, что с ней не ругаются, а просто ей улыбаются и отвечают тихо и спокойно. Очень взбесилась, конечно. Ну, вообще, у меня не то, что практически, у меня вообще нет покупателей, которые бы ругались, которые бы хамили, грубили, что-то еще, потому что... Ну, правильно, если ты не реагируешь на такие вещи, они и не придут больше. Ну, это да, я типа не приду. А своих покупателей я до такой степени люблю, что я никогда никому не отвечу грубо, какого у меня настроения не было. Иногда даже люди видят мое настроение. Это, естественно, у любого человека, как говорится, будет там вообще страшнейшее горе, когда умирает самый там близкий, любимый человек. Когда у меня папа умер в 15-м году. То есть люди-то, в принципе, здесь ни при чем. Как бы они приходили, покупатели, я все равно как бы старалась улыбаться. Людей отпускают, так они мне сами говорили. А, ну, у тебя что-то случилось. Я говорю, ну, да, случилось. Я говорю, ой, ну, то есть я улыбалась, а они мне говорят, а глаза у тебя, говорят, плачут. Я людям не показывала, как бы свое горе, они сами все видят. Потому что люди не должны никакой негатив на себе чувствовать, вообще. Как бы тебе плохо не было, какое бы тебе настроение не было. Пришел на работу, будь добр. Улыбаться. Ну-ка улыбнись. Да, если бы все так думали, было бы хорошо. Но я всегда считаю, что нужно относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Ну да, это все знают, однако не все так делают. Вот я так делаю. Молодец. Поэтому у тебя и дела идут хорошо. Попроще, и люди тебе потянутся. Да? Я говорю, будет попроще, и люди тебе потянутся. Ну, знаешь, это вот такие всем известные истины, но, однако, почему-то их все знают, но... Но никто не пользуется. Редко кто скажет. Да, причем, это, как бы, сейчас это мой магазин. Но буквально там еще трех лет нет, как это мой магазин. Я даже, когда продавцом работала, у меня 95% покупателей думали, что я хозяйка в магазине. Даже некоторые говорили, что продавцы так не работают. Привет. Привет. Здрасте. Что, уже обед? А кто? Привет. Олег, ты одеваешься домой? Нет. Ты же обычно в пол-втором приезжаешь. Ну, вот. Вот бы сказал, что ты в 12 приедешь. А, я сказал, как беду. Ты сказал, как беду. Ну, а... Ну, а... С 12? Двух. С 12. С двух. У меня, например. Ну. Сейчас, две секунды. Да, да. Я и не думала, что ты так рано. Да, я сам не думала. Просто вот так вот, как у нас это позитие говорится. А я-то, вон, видишь, еще с мясом воюю. Я тут уже все на ходу. Хорошо. Слава, я думаю, не готов. Ага.